Под роликом о Елене Васильевой, где я пытаюсь объяснить, почему мне кажется, что трибунал над Путиным невозможен, многие отослали меня, конечно же, к форуму Свободной России и к докладу Игоря Яковенко. Я, конечно же, этот доклад прослушал, очень интересно, как всегда, но мне показалось, что на вопросы Игорь Яковенко не ответил. Он как бы плавал вокруг да около, хотя вопросы были достаточно конкретными. Может быть, я подозреваю, у него просто не хватило времени. Итак, сейчас я обращусь к Игорю Яковенко с некоторыми вопросами, которые задам в самом конце. Если у Игоря Александровича будет время и он посчитает нужным, я надеюсь, что, может быть, он ответит мне или людям подобным мне, кто задает такие вопросы. Ну, именно потому, что сейчас он почти единственный, кто выступает с этой инициативой, и, возможно, у него по этому поводу больше мыслей, чем, например, у меня. Для начала, прежде чем я скажу, что я думаю по поводу этой ситуации, я хотел бы, чтобы вы просто обратили внимание на вот это сообщение. Здесь говорится о том, что в Петербурге школьник и пенсионер поспорили об итогах Великой Отечественной войны и закончился этот спор с применением огнестрельного оружия. Не нужно думать, что только школьник виноват. На самом деле и дедушка был хорош, что же угрожал. Мы еще вернемся к этому, а сейчас к теме нашего сегодняшнего ролика. Итак, я буду обращаться к Игорю Яковенко и представлю себе, что он все-таки увидит этот ролик, а может быть даже посчитает нужным ответить. Уважаемый Игорь Александрович, я думаю, что мы с вами думаем приблизительно одинаково. По крайней мере, я смею надеяться, что мы находимся на одной стороне. Хочется верить, что это сторона добра. Прежде всего, для тех, кто сомневается в моей, так сказать, политической ориентации, я заявляю громко и прямо. Конечно же, Путин – преступник. Конечно же, путинизм – это зло. Но современная Россия в том виде, в каком она существует, это не только токсичная страна для своих жителей, но и она представляет опасность, гипотетическую опасность для всего мира и конкретную опасность для ее соседей. В этом нет никакого сомнения. Но мы сейчас будем говорить только о трибунале, о конкретном действии. Мы понимаем, что для Владимира Путина сейчас власть тождественна жизни. И дело даже не в физическом состоянии, то есть возможности дышать, а в той жизни, которую ему позволяет вести власть. Дворцы, богатство, неограниченное количество денег, ощущение своего безграничного могущества, лесть, всеобщее обожание и прочее. То, что у Вобы Путина, конечно, в первой половине жизни никогда не было. За 18 лет привык, конечно, к этой жизни и не собирается больше ее менять ни на какую другую. Если правда то, что пишут в последнее время здесь, в Европе, например, швейцарские газеты по поводу Алины Кабаевой, то, скорее всего, действительно у него с этой женщиной что-то есть, и она воспитывает его троих маленьких детей, двух сыновей и дочь. По крайней мере, здесь есть стойкое подозрение к тому. Ну, судя по ее необычной роскоши, по тому, как она путешествует по Европе, с какой охраной, как вдруг необыкновенно обогатились ее родственники вплоть до бабушки и прочее. В общем, женщина эта занимает некое тайное место, ее очень хорошо охраняют и хорошо обеспечивают. С чего бы вдруг? Так вот, если ко всем своим богатствам Путин является еще и отцом троих маленьких детей, то уж, поверьте, умирать он не собирается. Я так думаю, что самая главная проблема сейчас у Путина и его окружения это обеспечить переход власти к какому-нибудь преемнику. Вот об этом они, наверное, ломают голову больше всего. Это был бы самый удачный вариант для Путина, если бы вдруг они выбрали лояльного человека, способного обеспечить Путину безопасность, безбедную старость, спокойное времяпрепровождение в кругу семьи и детей. Кто подходит больше всего на роль преемника? Это мое личное мнение. Мне кажется, что наилучшая кандидатура это, например, Ксения Собчак. И я думаю, что последняя ее активность на политической арене не случайна. Ее периодически выпускают для того, чтобы создать ей такую политическую автобиографию. Ну, чтобы она не вот так неожиданно выскочила, а вроде бы как и до этого у нее были политические амбиции. Ксения – идеальный вариант. Во-первых, она член семьи. Во-вторых, она умная, образованная женщина. В-третьих, сейчас она богаче ее папы, и что бы она там ни говорила для плебса, но живется ей в нынешнее время очень даже хорошо и сыто. Она в случае получения поста президента на фоне общей феминизации в мире первых леди не тронула бы Владимира Путина, даже если бы они не договаривались. Потому что женщина, потому что женская психология, скорее всего, она бы сказала так. Давайте не будем на это отвлекаться. У нас много дел впереди. Бог с ним, с Владимиром Путиным. Я ему многому обязана. Бывало и хуже. Вторым кандидатом, даже если вам покажется эта мысль совершенно крамольной, я, например, вижу Дмитрия Анатольевича. Конечно же, скажите вы, ну что вы, уж его-то сейчас точно никто не любит и не уважает. Его не уважали и раньше, но тем не менее он был на посту президента. Точно так же проведут поддельные выборы, и вот эта женщина с отмороженным взглядом, глядя, так сказать, в лицо народу, будет говорить о том, что вы не ожидали, господа, а вот люди проголосовали все-таки за Дмитрия Анатольевича. Ну а так как мы демократическая страна, конечно же, он станет нашим следующим президентом, а Владимир Владимирович станет премьером. Подобную рокировочку они уже разыгрывали, прошло без запинки и задоринки, разыграют еще раз и никуда вы не денетесь. Что я хочу сказать? Преемника, если захотят, найдут. И такого, который будет верен Владимиру Владимировичу до мозга костей. С вариантом преемник ни о каком трибунале речи быть не может. Ну а теперь предположим себе, что случилось невероятно. Владимир Путин вдруг решил сам добровольно отдать власть так называемым демократам или демократическим силам. И вдруг они все, вот эти люди, которые управляют сейчас страной, а это, понятное дело, не только Владимир Путин, а, как я уже говорил, сотни тысяч людей, занимающих сейчас руководящие посты, кого все устраивает. Представьте себе, что они вдруг решили от всего отказаться и провести настоящие демократические выборы. А теперь давайте зададимся себе вопросом, если бы это было возможно. Вот сейчас, скажем, на следующий год, и Владимир Путин устраняется и говорит, ребята, делайте, что хотите. Кто победит на подобных выборах? Ну понятно же, что это не будет Гарри Каспаров. И это даже не будет, извините, староперт Явлинский. Его уж точно не выберут. И это даже сомневаюсь, что будет какой-то представитель КПРФ. Можно почти с уверенностью сказать, что сейчас есть единственный, безальтернативный кандидат, который устраивает молодых, и вроде бы устраивает либеральных, и вроде бы устраивает даже кремлевскую элиту, то есть вот этот человек, Алексей Навальный. Действительно создалась ситуация, что только его одного можно представить на посту будущего президента. Повторяю, даже в случае абсолютно честных выборов. И что же мы имеем? Алексей Навальный, в качестве еще только борющегося якобы за власть, открыто заявляет о том, что он гарантирует личную безопасность Владимиру Путину. Получается, что при живом Путине и в варианте «приемник», и в варианте чудесного перехода власти к демократическому лагерю Владимиру Путину ничего не угрожает. Что ж, это расклад, я называю, при живом Путине. Есть, конечно, и другие варианты. Например, ситуация в стране ухудшилась, санкции убийственны для экономики, элита не согласна, они теряют каждый день свои миллионы. Внутри Кремля образуются группы, которые мечтают о том, чтобы произошла смена руководства. Мы подозреваем, что что-то подобное происходит. И вот они решили действовать. Они договорились между собой, и, как это обычно бывает в России, и, знаете ли, поперхнулся косточкой, не то кофе выпил, ну, случайно подушку положили во время сна на лицо, что-то ненароком упало на голову, и, как мы знаем, лебединое озеро по телевизору. Плебсу, конечно, объявят инфаркт, дескать, с кем не бывает, или, как сейчас говорят в народе, рак у него позвоночника. Вот и выступит господин Письков и расскажет, что на самом деле так и было. Владимир Владимирович в последнее время плохо себя чувствовал, жил, знаете ли, на таблетках. То есть Владимира Путина уберут, ну и дальше придумывайте сами варианты. Пришел очередной преемник, либо было создано временное правительство и прочее, и прочее. Но к господину Путину это время уже никакого отношения иметь не будет. Господин Путин уже умер. Еще один вариант с неживым Путином, это если Путин решит окончательно узурпировать власть, переделать Конституцию под себя, объявит себя бессменным руководителем страны до конца дней, доживет, как Брежнев и все остальные, до глубокой старости, до выпадания челюсти и умрет, так сказать, своей смертью в 80 или в 90 лет. Скажете, что это невозможно? Нет, возможно. В России возможно все. С ценой на нефть приблизительно сейчас или даже ниже. Загнивание страны будет продолжаться, народ пассивен, не будет никакого бунта и никаких попыток сменить власть вооруженным путем. Вот просто не будет. Страна не такая. И доживут и дотерпят люди 20 и 30 лет, сколько понадобится. И представим себе, что Владимир Путин умрет своей смертью, ну, приблизительно то, что сейчас большинство ему желают. И что потом? Я хочу сказать, как бы не умер Владимир Путин, своей ли смертью, или бы ему помогли это сделать пораньше, вопрос, нужен ли трибунал после смерти Путина. То есть, нужен ли трибунал при неживом Путине. Если вы скажете, да, все равно Путина нужно судить даже после его смерти, у меня возникает вот такой вопрос. Вы решили с конца начать, и, так сказать, продвинуться дальше? Ведь если говорить об трибунале, об умерших, то нелогичнее было бы начать, ну, скажем так, со Сталина. Ведь там, извините, 20 миллионов трупов, концентрационные лагеря на собственной территории, а сколько военных преступлений, а сколько миллионов положено впустую на полях Великой Отечественной. Уж кто и заслужил трибунала? Так он, злодей. Но, как мы знаем, даже через столько лет после его смерти ему продолжают ставить памятники, бюстики, рисуют, молятся, знаете ли, даже на него. Ну, вот такой вот народ. Чем страшнее тиран, тем больше его любят. Или, скажем, не заслужил ли трибунала посмертно Борис Ельцин? Разве при нем не было совершено преступление, а вся эта приватизация, сколько людей потеряло денег? А Горбачев уж того-то вообще мечтает засудить больше половины населения страны. Лично для меня Горбачев это герой демократического движения в России. Я считаю, что его имя должно быть вписано золотыми буквами в историю. Но со мной подозреваю, что процентов 95 не согласятся. И желающих засудить Горбачева за перестроечные времена вот уж гораздо больше, чем желающих судить Путина. Даже, господа, скажу я вам, можно и Леонида Ильича засудить за Афганистан, за всякие там революции за пределами СССР, за создание номенклатуры, за коррупцию, за воровство, за преступления, на которые закрыли глаза одним словом. Но вот просто каждый умерший заслуживает своего трибунала. Если уж начинать оценивать всех, то начать нужно с самого начала. Вот чуть ли не от Владимира Ильича или, может быть, прямо от Николая Второго. Что ж, это мои сомнения по поводу того, как должен проходить этот трибунал. С живым Путиным или с мертвым Путиным? Следующий вопрос, который у меня возникает, где возможно проведение подобного трибунала. Ну вот какая демократическая страна согласится проводить на своей территории, скажем так, заочно этот трибунал при живом Путине? Ну даже Украина, негативно настроенная сейчас к России. Как вы думаете, согласились бы они проведение этого трибунала на своей территории? Конечно же нет. Потому что это обозначало бы сразу переход гибридной фазы войны в горячую фазу. Потому что любое проведение трибунала над действующим президентом рассматривалось бы как внешне агрессивное давление попытка смены власти, фактически объявления войны этому государству. Точно говорю вам, что ни Германия, ни Франция, ни Австрия, ни Италия, ни одна страна не согласится проведение суда над действующим президентом. Почему? Да потому что это обозначает открыть ящик Пандоры, желающих засудить своих президентов нынешних и прошедших больше, чем надо. Вы думаете, кто-то сейчас не хочет судить Макрона? Или не хотели судить Саркази? Может быть, вы думаете, что в Германии нет тех, кто осуждает политику Коля? Или сейчас политику Ангела Меркель? Да предостаточно. Посмотрите в сторону США, там просто скрижечут зубами, ждут, не дождутся, как бы засудить Трампа. Недавно я прочитал о том, что последний день президентства Трампа будет и обозначать последний день его на свободе. Подразумевают, что это будет первый президент, который сразу после своего срока отправится в тюрьму. Сторонники же Трампа хотели бы засудить Клинтон и Обаму одновременно. Но если бы мне предложили выбрать кандидата на трибунал, я бы сразу сказал сеньор Берлускони. Во-первых, обогатился без меры, конечно же, глава крупнейших мафиозных кланов, что практически доказано. Кроме прочего, известны случаи изнасилования малолетних. Он создавал себе чуть ли не целые гаремы, продавал землю за бесценок, строил экологические грязные концерны, люди умирали от рака одним словом. Я хочу сказать, что европейские страны никогда ни нынешних, ни прошлых президентов судить не будут. Ситуация в каждой стране такая, что делать этого лучше не стоит, как я это вижу. И так, на вопрос, где мог бы проходить подобный трибунал, ответа я не нахожу. И третий мой вопрос, кто? Кто будут эти люди, которые будут судить Путина? Я понимаю, что наверняка найдутся те, кто соберут все эти документы, папки, доказательства, ну как, еще раз говорю, на каждого диктатора. Но вопрос, кто эти люди? Это партия? Это группа? Кто конкретно будет входить в состав судей? Ведь в своем предыдущем ролике, и я настаиваю на этом своем мнении, я попытался показать, что большинство населения России, даже если нам это очень не нравится, даже если мы с этим в корне не согласны, но они, к сожалению, нашему, любят Путина. Андрей Колесников заявил, что даже если бы завтра были проведены настоящие социологические опросы, то, по его мнению, приблизительно 60% населения проголосовали бы за Путина. Он говорит, я не понимаю, зачем фальсифицировать выборы, потому что и без всякой фальсификации люди бы все равно проголосовали за него. Смотрящих наши передачи или даже тех, кто тусуется на Ютуб, или тех, кто знает о существовании форума свободной России, их, знаете ли, ну буквально по пальцам сосчитать, по нынешним меркам. А большая часть населения на самом деле верит, что Путин хороший, верит, что бояре плохие, и они, представьте себе, я уверен, после смерти Путина будут его превозносить. Итак, вопрос, кто будут эти люди, кто будет судить Путина, и найдут ли они отклик в сердцах большинства населения. А сейчас я хотел бы напомнить вам снова то, с чего я начал. Россия это вот такая страна, где через очень много лет школьник и пенсионер спорят об итогах Великой Отечественной. Казалось бы, тема давным-давно съедено, и спор их заканчивается даже с применением огнестрельного оружия. И это всего лишь спор об итогах войны. А представьте себе трибунал над действующим или умершим Путиным в стране, где приблизительно 60% верят в светлый лик своего Владимира Владимировича, кто уже смирились с этим культом Путина, кому этот культ уже навязали кто уже поназывали своих детей внуков Владимиром, кто уже вырастили цветы, напекли тортов, изготовили нижнее белье Путин. Много таких, вы понимаете, и сейчас вы им не сможете навязать мысль о том, что этот человек достоин суда. То, что я всегда говорил по поводу трибунала, относилось исключительно к людям, обслуживающим этот режим. Я всегда говорю о параллелях с Нюрнбергским процессом. Подобный трибунал над, например, пропагандистами этого режима в случае, ну, еще раз говорю, чудесного расклада я вполне могу себе представить над Скобеевыми, над Киселевым, над Симонян и прочими. Опять же, возможен ли он, мне трудно сказать, но с юридической точки зрения я могу себе это представить. Опять же, если бы вдруг страна неожиданно проснулась в другом состоянии. Трибунал же над конкретно Владимиром Путиным мне представить крайне сложно. И вовсе не потому, что я против этого. Я всеми своими конечностями за, но как человек реалистичный, рассуждая обо всем этом, я не вижу никакой возможности в проведении этого трибунала. Итак, Игорь Александрович, если вы все-таки прослушали этот ролик, ответьте мне, пожалуйста, на три вопроса. Кто будет судить Путина, где будут его судить и как, то есть когда, при живом Путине, при мертвом Путине и как будет смотреться трибунал в стране, где не дали оценку, например, никому из предыдущих злодеев и мерзавцев, таких как Сталин, Ленин, Брежнев и прочие. А в конце еще для тех, кто думает, что подобные вещи легко провернуть. Недавно я просмотрел фильм «Операция финал». Честно говоря, фильм так себе, но он на реальных исторических событиях. Такие фильмы я всегда смотрю с удовольствием. Речь в этом фильме о послевоенном времени и о том, что многие нацисты сбежали из Германии и поселились в Южной Америке, в Аргентине, в Боливии, в Парагвае мы знаем, как это было. Сменили свои имена и продолжали жить и работать. В то же время еврейская организация МОСАД пытались их найти по всему миру и, так сказать, наказать. Конкретно в этом фильме история Адельфа Айхмана. На его совести миллионы жертв. Он отвечал за расстрелы в Польше, в Литве и за концентрационные лагеря. Еврейским активистам удалось найти этого перца в Аргентине. Но что стало происходить? Аргентинские власти не захотели выдавать Айхмана. Потому что на запросы из Израиля они отвечали «Извините, вы ошибаетесь, это совсем другой человек, докажите, что это Айхман». Евреи отвечали «Выдайте нам его, мы будем его судить и докажем на суде, что это именно он». «Нет», отвечали аргентинцы, «мы его выдавать никому не будем». Что оставалось МОСАДу? Они приехали тайно в Аргентину, выкрали Айхмана и вывезли его в Израиль. Но вот что интересно, когда уже они выкрали этого нацистского ублюдка, из Израиля пришла депеша, дескать, Айхман должен сам собственноручно подписать документ, где бы говорилось, что он по собственному желанию перемещается в Израиль. То есть, грубо говоря, к месту своего пленения суда и казни. Абсурд, скажете вы? Да, именно так оно и есть. Демократические страны, такие законы. И ребята из МОСАДа были вынуждены сидеть 10 дней и выбивать из этого Айхмана его драгоценную подпись. В конечном счете все им удалось, они его перевезли, судили и казнили. Но о чем в целом этот фильм? Не о том, что справедливость все равно настигнет вас? Пожалуй, нет. Этот фильм о том, что засудить нацистского ублюдка, даже если на его совести были миллионы, очень тяжело. Что никто не шел на сотрудничество, хотя понимали, что нужно их наказывать. Невозможно было не вытащить этого человека из страны, ненормально спокойно перевезти его в Израиль, неспокойно судить. В конечном счете организация МОАСАД пришла к выводу, что подобными методами действовать неэффективно. И дальше они стали выслеживать и отлавливать этих преступников где только могли и вершили, как говорится, суд на месте. Кого-то машина сбила, на кого-то рояль упал, ну и так далее. Это я к тому, господа, что мечтать о суде над преступниками это, конечно, здорово и замечательно. Наверное, это подбадривает трудные времена, но жизнь складывается таким образом. История показывает нам, что добиться суда над международными преступниками я бы сказал невозможно. Почему это было возможно в Нюрнберге? Потому что было военное поражение. потому что много стран были в этом заинтересованы, потому что впервые столкнулись с нацизмом, потому что невозможно было закрыть глаза на 6 миллионов сожженных и замученных евреев. А с Владимиром Путиным другая, знаете ли, картина. Другой масштаб, другой калибр, другие времена. Что ж, мне хотелось бы получить ответы на свои вопросы, но если нет, я и так пойму, а вы, подписчики или зрители этого блога, напишите в комментариях, что вы думаете, в чем я заблуждаюсь, или может быть, в чем я оказался прав.